В Москве пойман серийный преступник, на счету которого несколько убийств в разных районах столицы, в том числе расправа на целую семью из четырех человек на Нагатинской улице 5 декабря. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Задержать преступника удалось сотрудникам МУР и ОВД Южного округа Москвы. По данным правоохранителей, 20-летний мужчина, который оказался уроженцем Таджикистана, представлялся своим жертвам сотрудникам МОЗГАЗа. Он подозревается в совершении, по крайней мере, семи убийств. ВСИН просит заменить условное наказание оппозиционеру Алексею Навальному на реальное в рамках дела Киров-Леса. Об этом сообщили в пресс-службе Люблинского суда, где будет рассматриваться дело по месту жительства Навального. Оппозиционер, отбывая условный срок по делу Киров-Леса, получил 15 суток ареста за несанкционированную раздачу листовок в метро. Таким образом, он нарушил порядок условного наказания и ВСИН получила требовать замену условного срока реальным, рассказал адвокат Навального Вадим Кобзев. Между тем, по закону при первом административном нарушении, уголовная исполнительная инспекция может ограничиться предупреждением. В Кремле намерены в шутко объявить конкурс на лучшую журналистскую клюкву после публикации слухов о якобы рождении у президента Владимира Путина ребенка. Так, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отреагировал на просьбу издания Forbes прокомментировать подобное предположение. Информация о рождении ребенка у Владимира Путина не соответствует действительности, заявил он. Ранее швейцарские СМИ сообщили, что в одной из клиник Алина Кабаева якобы родила ребенка. Отцом владенца СМИ назвали Владимира Путина. Знаменитое судно Калипсо, принадлежавшее океанологу Жаку Иву Кусто, может быть выставлено на аукцион, чтобы покрыть долги за его ремонт, который так и не был завершен. С соответствующим иском обратился в суд владелец верфи Перье Паскаль Перье. Изначально предполагалось, что Калипсо отремонтируют и превратят в музей. Однако в 2009 году было принято решение о прекращении ремонта из-за разногласий между вдовой Кусто и владельцами суда верфи. И о погоде. В субботу в Новосибирске 0 градусов, в Уфе, Екатеринбурге и Красноярске минус 2, в Калининграде плюс 5, в Нижнем Новгороде и в Самаре плюс 3, в Челябинске плюс 1. Это были последние новости к этому часу и в студии Мария Соловьева.